Доброй ночи уже, да? Добрый. Представьтесь, пожалуйста. Наш инспектор сектора превенции, капитан полиции, лагутка Сергей Владимирович. Сергей Владимирович, вот поясните мне, что только что происходило с моим участием? Только что мы прибыли на вызов о том, что в заведении или вкуп продаются алкогольные напитки. Здесь совершенно летний день. По прибытию на место нами был задокументирован сам факт, опрошенный свидетеля, лица, которым были проданы алкогольные напитки. Весь персонал заведения отказался давать какие-либо пояснения. Данный факт у нас зарегистрировано до единого облику зверненных граждан. За данным фактом будет проводиться переверка. На подальшую официантку будет складен административный протокол за статей 156, частина 2. А почему не сразу сейчас? Не сразу, потому что официант скрылся в службовом помещении, а другие работники не давали дозволу на войти в их службовое помещение, поскольку это приватная собственность. Там несколько человек незарегистрированных, да, выявилось? По данному факту будет передана данная информация до податковой инспекции для переверки данной информации, оскільки на данный момент властники заклада відмовились давать какие-либо документы по данному факту. Это будет по-дальшому объясняться усі обстоятельства. Щодо особи официантки не будет складен протокол протягом двух месяцев, а также будет направлена информация до фиксальной службы по данному факту для принятия мер реагирования в соответствии с законом права лицензирования для протягивания людей до ответственности самовласника заклада. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Русь Кто у вас есть? Кто у вас есть? А вот это не нужно Будем надеяться, что и нет номер Зовут меня Сидор Кирилл Владимирович Я пресырался, я заместитель Я вам не знаю Девушка, а вы заказываете на путь? Ну вообще, все подбирающие Может сегодня надо? Нет, вот еще девушка работает Как данные ваши? Российская Ваши данные Можно? А кто нужен вот этот столик? Девочка и парень Шампанская заказка Как данные ваши? Фея Даша Фея Даша У вас документы нет? Я спрашиваю Мы есть Можно? Можно Да А вы спрашиваете Сколько лет? Мои посетители не видят Вообще, при заказе спиртных напитков Вы спрашиваете? Ну если они у меня вызывают сомнения, конечно Как вы их спрашиваете? Вы просите их предоставить документы какие-то? И сегодня так же все происходило, да? Да мы только открылись Ну вы же уже заказы как бы люди заказали Ну конечно, вот один заказ Девочки взрослые Вы у них спрашиваете сколько им лет? Нет, у девочек не спросили А почему мы это не делаем? Потому что они взрослые уже Далеко А вы стоите с ним Я не бери там Я покажу Вообще вас принято спрашивать Ну естественно, мы не выносим убытку молодежи Мы выгоняем Ну не только шмотку, сладные напитки Это не только водку Не знаю Ну понятно Если мы видим, что я явно молодой Мы спрашиваем Мы спрашиваем Сколько лет Показающий документ Если нет дверь Ребята, покиньте заведение Пожалуйста, сок минералка Ну они все равно приползают Потом у меня влежит Лучше бы там мельницу проверили напротив Посмотрели, что там происходит Как вариант Каждый заедет Девочки уже взрослые Там тоже ребята взрослые Здесь тоже взрослые И там взрослые люди Такие взрослые 16-17 лет По крайней мере это студенты У них студенческие билеты Ну согласно правилам торговли Что написано Четко и ясно Что продавец Если сомневается в возрасте Обязан спросить возраст В отсутствие документов Алкогольные напитки Где продаются Правильно Или я неправильно цитирую Ну конечно Ну ребята Ну явно не 16 лет Взрослые, молодые люди Вы на самом деле понимаете Что никто даже не спросил Сколько им лет Вы понимаете Что постоянная жалоба Есть Да Есть Ну сколько им лет Одному девочке 16 Мальчику 17 лет Молодой человек Заказывал 17 лет Так 17 лет Ну что понимаете что ему сколько лет? Ну взрослый молодой человек Ну взрослый молодой человек Нет ну я понимаю Законим 9 Ну вы сами знаете Насколько сейчас дети Выглядят лет примерно Правильно? Ну никак не скажешь Ему 16 лет Или 17 Ну девочка с ним Прошла как минимум Я по виду Наверное видно Совсемнадцать лет Не восемнадцать лет Правильно? Да А как у вас Возьмите Возьмите Пожалуйста На второй этаж Постойте Подостойте Подождите Изjuk Подождите Прошло Пожалуйста human Необходимо освободить алкогольные напитки, вы даете, вы обязаны, что вы думаете? Вы знаете, что вы делаете? Вы покупаете алкогольные напитки. Можно, пожалуйста, икс отчет? Делайте, пожалуйста. Спасибо вам. Молодой человек, девушка стоит оформленная? Девушка сегодня первый день вышла, она на стажировке, она не работает. Она не работает. Я же сказала, что это стажировка. Вот у нас официант, пожалуйста, в усердстве. Почему он не устроен и работает у вас третий месяц? Какой третий месяц? Всего слова, он работает у вас третий месяц. Почему он у вас не устроен? Он не работает у нас третий месяц. А сколько он тогда работает? То есть он нас обманывает? Ну, не знаю, может он вас обманывает. А сколько дней он у нас работает? Он буквально вышел тоже, он буквально работает несколько дней. Час назад. Ну, не час назад. Почему с ними не заключили договоры? Ну это вопрос не ко мне, а в бухгалтерию. Вы здесь кем являетесь? Я в директор. Ваши функциональные обязанности, наверное, входит подбор персонала или нет? Нет, я слежу только за чистотой в зале, за качеством обслуживания, за порядком. А кто у вас отвечает за подбор персонала? Отдел кадров. Отдел кадров отвечает? Ну да. А вы как директор, вы знаете, что надо необходимо, чтобы даже если бы отдел кадров у вас не дошел до этого, хотя бы давно уточнить, заключены это подбор или нет? На каких словах вы будете принимать? Просто у нас длинные же выходные, работают как бы, у нас не работает. Человек вышел после нового входа, он стажировался. Итак, Кирилл Михайлович. У вас как на арт-директора сейчас будет составлен протокол, по статье 156, входится в Украину, по статье, право нарушение. Это что такое? Это продажа в статье несовершеннолетних. Ну а где-то несовершеннолетних, можно ли посмотреть? Да. Ну пройдемте туда. Немножко и с вами попробуем. Нет, ну я не знаю, я у него спрашиваю. У меня документы нет. Ну а можно документы посмотреть? Суббититься. Да. Да? Александр, дайте я такого молодого человека покажу. Пижара Михайловича Надежда, 9-го, 1-го, 2000-го года рождения. Мы покажем. Нет, это не видно, что к свету. Вахтный салитер 18. Ну на вид его не видно. Ну официант даже не спросил, мы же не о том же говорим. Есть ему 18 на вид или нет. Я отказываю давать какие-либо... Да ничего ты не пиши, все, ничего не пиши, все. Ничего не пиши, ничего не пиши. Не своей рукой, не чушь, не чушь. Что это? Да не часто. Не, 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 не. До следующей встречи. Я просто ничего не нарушала. Я же не нарушал, что нарушали. Добрый день. Или просто. А кто старший, слушаю вас? Я слушаю вас. Добрый день. Добрый вечер. Я Владимир Федорович. Добрый день, начальник полиции. Очень приятно. Что здесь делать? Пришли, приехали на сообщение, которое поступило, что в данном заведении, несовершеннолетний, продают спектрмейный пакт. Данный пакт зафиксирован. Кому это продавали? Ну, где-то воран, наверху я их опрашиваю. Кому продавали? Где Кошнарю? Я здесь. Кому продавали? Ну там молодой человек, ну и на вид нету 17 лет, ну и лет 20 ему на имя. Соответственно, официант у вас не оформлено, как выясняется, Бармен. Что, что, что? Ну, как мы выяснили, последствия. Что вы выяснили? Бармен сказал, что работает 2 недели, чем 2 месяца, при этом не оформлено. Ну вот сейчас стажируется только. Девушка сейчас поездил. Девушка сказала, что тоже официально у вас нетрудоустроено. И как объяснили ваши официантки документы у вышесказанных молодых людей, никто не проверял. Перед тем, как продавать им. А как можно? Хорошо, а ты вам продавал? Здесь чек, покажите мне, где продажа. Как продажа? Это чек у нас. Бери, они сразу попросили чека. Убери, ублюдо. А у них есть соблюдатель? Есть, конечно. А у них есть соблюдатель? Есть, конечно. Можара? Да. Я не знаю, на нем не написано, что ему 18 лет нет. Сергей Александрович, согласно правилам торговли, алкогольные напитки продавец обязан уточнить у покупателя возраст. И проверить у него документы. Тем более практикант ему продавал. В случае отсутствия документов, алкогольные напитки не продаются. В законе эта норма четко выражена. То есть, как вы принимали официанта, кто ее инструктировал. Это же, как говорится, другой вопрос. А где чек? Может, если чековать книжки? Есть чек? Я не знаю. Есть чек? Ну, пробили чек, они попросили сразу чек. Мы же не пригласили сюда, чтобы они просто зашли со своей шампаной. Я прекрасно все понимаю. Вы хотите мне о чем-то рассказать? Нет, мы вам ничего не говорим. Мы сюда приехали. Или вам рассказать что-то? Мы заехали сюда, документируем правонарушение Сергея Леонидовича. Да, давайте документируем. Может, через дорогу перейдем, задокументируем? В мельницу. Будет сообщение, пойдемте на разлив. Я вам сообщаю. Через дорогу в мельницу на разлив продают борт. Хорошо, мы же закончим здесь, будем реагировать дальше. Мы пойдем вместе. Проект реагирует. Я вам покажу, кому, сколько. Из чего наливают. Я тебя не трогаю. А что ты хочешь с тобой поговорить? Что ты мне в рожи тыкаешь? Давай, Александр, давайте отойдем, чтобы она поглядит. Камера работает здесь, баня пошел. Три дня он здесь с нас тоже. Второй день. Сенская, Наталья, с такой, сочная улица. Ну, мы смотрим, зарегистрированы. Я никого звать не буду, я что-то бегать искать, куда она там подбежала. Вообще, глаза первое. Я не думаю, что вы мне так появились. Я не знаю. Я зашел, здесь никого уже не было. Я не видел эту девочку в глазах вообще. А с Нового года мы приняли двух стажировщиков. Это, я знаю, Ваню Бармена, потому что я с ним разговаривал. А эту девочку я вообще не знаю, даже, как зовут. Согласно Украине, закон Украины по правде. Если человек принимается на предприятие, если он выключен договор, правильно? Даже на стажиров. Так договора есть. Это девочки тоже есть? Конечно, есть. Так а чего это? У нас есть отдел кадров. Есть отдел кадров, есть договор, зарегистрирован, переданы копии в налоговую инспекцию, правильно? Да, совершенно верно. Налоговую инспекцию не передается. Если вы знаете. Ну, вы знаете, куда передается? В налоговую инспекцию сообщается о том, что работник у вас устраивает. Если будет точнее, по последним изменениям. Правильно? Неправильно. Ну ладно, я промолчил. Позовите, пожалуйста, если она у вас стажируется, мы составим протокол. Я не знаю, где вы. Он сказал, что вы ее запугали так, что она куда-то сбежала. Так позовите ее с служебного помещения, мы с ним пообщаемся. Игорь Михайлович, кто здесь был? Что за девочка? Как ее подземли? Она пришла только изучать меню. Она у нас не работает. А вы нам не рассказывали, что вы начинаете. Вы до этого три раза. Да не надо повышать гугл. Вы тоже мать. Повышали гугл. Девушка не работает у нас. Она пришла у нас на стажировку. Я накривлюсь. Мы еще не знаем, где он на работу. Я знаю, я знаю. Общались, да. Подходили, просили. Мы там за ним полечали. Я не знаю, мы ее сейчас искали. Я не знаю, мы ее сейчас искали. У нас есть официант. Вот, пожалуйста, берите у нее и объясните. Она стажируется у вас. Вы же дали, наверное, даже на камеру четверо ответить, что она у вас стажируется. Она стажируется меню изучать. Меню изучать. На то, что она обслуживала, когда у вас я спрашиваю. Да мы вообще не работаем. Мы работаем с 11 вечера. Уважаемый. У нас есть приказ по предприятию. Мы работаем с 11 вечера до 6 утра. Сергей Александрович, мы приехали сюда проверять ваши средства. Удача и деяльцы. Мы приехали сюда по определенному факту. Факту продажи. Поволен купить кому совершеннолетнему лицу. Дайте она, пожалуйста, официанты, которого вы оказали... Я вам все сказал. Я вам все сказал. Я больше ничего сказать не могу. Я эту девочку в глаза не видел. Я вам еще раз говорю. Если Ваня приходил ко мне на собеседование, буквально дня 3-4 назад, после Нового года, то я эту девочку в глаза не видел. Отдел кадров. Есть заявка в центр занятости мы даем. В центр занятости нам присылают людей. Мы их обучаем, собеседование проводим. Если вы хотите, посмотрите заявку в центре занятости. Есть или нет. Да, есть. Он скажет. Есть в центре занятости заявка? Конечно. А как, парень, наступает? Вот официант, который работает, можете ее взять. Вы сказали, что она ничего не дала. Нет, но завтра у вас есть средства массовой информации. Здесь еще встал. Массовый интервью. Потому что ваши версии меняются 3-4 раза за вечер. Потом, что завтра не было, я по-другому. Юрий Владимирович. Юрий Владимирович, меня Сергей Александрович. Я знаю. Юрий Владимирович, давайте сядем в мою машину вместе с вашими ребятками и проедемся по городу. Во все заведения. Я вам даю гарантию. 50% не имеют лицензии на право продаж за спиртных напитков, а продают спиртные напитки. 50% сидят в малолетке и пьют. Давайте такое в луны блюд. И не такие взрослые, как вот эти люди. И все так. Сейчас проедем. Берем это в Лесо Массовой Федерации и едем туда. Сергей Александрович, давайте каждый будет отвечать за свои правонарушения, свои поставки. Я согласен, я отвечу. И после этого едем. Давайте как, Громосковский, давайте мы составляем на вас протокол и с вами едем дальше. Не вопрос. И едем с вами. Позовите, пожалуйста, официанты. Я не знаю, где она сейчас. Где меня искать? Я на луна не видеть. Я не знаю. Она убежала. Да не надо, я вас прошу. Понимаете? И едем с вами, куда скажет. Девушка, которая взяла меню, после отключает меню. Она еще не работает. А что она работает? Ну я так и говорю. Мы же говорили, вот полчаса назад. Что я сказал, что эта девочка стажер, она не работает. Где? Вот здесь официант, который промотаем по столу. А та же, которая работает, она работает, тоже, что тут отвечает. Хорошо, кто тогда дал право стажеру обслуживать клиентов за столиком. Если она у вас не работает, то изначально... Она не обслуживала клиента, вот обслуживала. У нас есть свидетельские показания, что именно эта девочка обслуживала детей, которые сидели на этом месте. Смотрите, через 25 минут мы начнем тука, официальную работу, согласно приказу по предприятию. Через 25 минут. Кто принимал заказ? Кто принимал заказ? Вы, девушка, принимали заказ? Девушка, да, она приняла заказ у них. Вы, согласно статье 383, предупреждаете за заведомо ложное сообщение. Не выносила, это не расшел. Мы поговорим, свидетельские показания. Но заказ принимали, так? Вы заказ принимали? Да. Вы выносили заказ? Нет, не выносила. А кто выносил заказ? Попросила стажера выносить. Кто предоставлял чек? Стажера. Стажера. Ну, что отнесла? Уходя, что стажера вы? Давайте стажера мы его опрашиваем, вас на вас оставляют. Вы напугали? Вы что, такими людьми? Зашли такие люди? Вы же распугали всех, кого тут можно распугать. Наташа. Очень страшно. Наталья Родина. Дайте тогда, пожалуйста, показания, что это вы обслуживали. Мы на вас пишем административный протокол. Наташа, вы на вас слушали? Статя 63 нам выбирали. Вы должны дать это официально. Да не должна она никому ничего не должна. Не должна. Вот не должна и все. И вам она не должна. Давайте разговаривать. Да ему 2 метра ростом у него. Он выглядит старше меня. О чем вы говорите? Я прекрасно понимаю, что выглядит старше у него. Я же вам это цитирую уже. Третий или четвертый раз, что оказаны спросить документы. У всех подряд. Если вы сомневаются в возрасте. Вы сами знаете, какие дети... Она не сомневалась в возрасте. Я не сомневалась в его возрасте. Так с ним девочка видно. Сколько ей лет на видадите? Вы сами видите, как дети сейчас ведут. Во-первых, они сидят. Их не видно. Молодой человек зашел 2 метра ростом. Девочки есть разные. Где и видно, что и 18 лет нет. Где в законе написано, что оказаны? Вот именно прям. Вот если вы посмотрели, что есть 18 лет. И все, вы имеете право продавать. В законе четко прописано. Спросить документы. Если я сомневаюсь. А я не сомневался. Потому что они выглядят взрослее. Они выглядят взрослее. Если у вас кузовик, у каждого своя версия. Я не видел, я не знаю. Мы работаем с 23 лет. С 23 лет. Я вам предоставлю приказ по предприятию. У нас есть щек, которые вынесли до 23 лет. Ваши сотрудники. Понимаете или нет? И ваши сотрудники продали шампанское. Не о чем. Не о чем. Будем все версии заканчивать. И зачем у нас все это? Ну, кто задокументировал. Ну, определяйте. Мы уже определились. Что делать дальше? Игорь Михайлович, вы показания будете давать, не будете? А какие показания? Ну, вы здесь работаете. Дайте нам показания, кто вас устроен. Кто не устроен. Кто обслуживал. Ну, вы, девочки не хотят, чтобы их снимали. Вам все походят. Кто устроен. Сколько человек устроено. Какие зарплаты получаются. Нам это не интересует. Какие зарплаты получают. Может, вашу вас подальше деятельность проверяем. Ну, что значит, предлагаю закончить. Игорь Михайлович, Сергей Александрович, что мне давать показания? На том, я разомнился. Я вообще в шоке. Я не знаю. Я эту девочку первый раз вижу. Вы рассказываете, где хочу посмотреть. Сергей Александрович, если у вас завтра совершится кража, вы напишите заявление в полиции, что неизвестная девушка вас обворовала. Вы не спросите документы. Мы недавно обращались в полицию по кражу. Мы в полицию обращались и просили видео у вас, которое непонятно, где делать. И с какой целью. Вы прекрасно понимаете, о чем я говорю. Так что не надо рассказывать. Видео, которое у вас здесь ведется. Давайте не доводите. Если бы было у нас видео. Да, мы знаем, что было и как предоставить. Понимаете ли? И когда это мы вам рассказывали? В каком видео? Когда и когда? По какому поводу? Подождите. Вот вы сейчас обвиняете. Давайте не доводите. Что мы вам не предоставили видео. Да, если бы вы обращались, вы обращались бы ко мне. Спросите у своих подчиненных. Как у директора. Все. Вы же пишите письмо на меню. Александр, дайте, пожалуйста, номер стажера, которого стажируется, чтобы мы омолизатора с ней спокойно вызвать и пообщаться. Коль мы ее сейчас запугали. Я не то, что телефона, я ее в глаза не видел. Какого стажера? Я в глаза ее не видел. Я еще раз говорю. Если с Ваней я бесстиловал три дня назад. Да, нам нужен второй бармен. Потому что один у нас Саша. Где? Саша увольняется. Я не работаю. Вот. Не работает уже. Я уже не на данный сезон не работаю. Понимаете? Да, мы нашли второго человека. Но. Вот. Он три дня работы. А девочку, я хотя бы знаю, Ваня, а девочку я в глаза не видел. Ни разу. Хорошо. Сергей Александрович, ваш подчиненный тоже не видел. Я у вас, я думаю, тоже глупо спрашивать. Что она делала? Она изучала меню, пришла изучать меню. Пришла изучать меню. Первый день. Сам дал ей четкое указание. Перед этим дал ваш подчиненный в Казани. И реплику по этому поводу рассказала, что у нас здесь делать. Сколько она здесь стажируется и так далее. Ну, и нам этого будет достаточно. Ну, и в свете нынешних событий, я думаю, с вами будем встречаться почаще. Пожалуйста. Пожалуйста, почаще. Далее, я тебе очень подчиненный. Она не моя подчиненная. Я всех своих подчиненных знаю. Да, еще хуже, что это не ваши подчиненные, а тем не менее, приносят спиртой, предоставляют чеки. Я вам еще раз говорю, я всех своих подчиненных знаю и лицой по фамилиям и по именам. Друзья, я говорю, только живой. Смотри, что это даёт? Я чего забиваю? Серьезно? Потом поговорим. Серьезно, потом поговорим. Вы, как вы там, Артеменко, Виктор, не знаю отчество, вы же привели этих людей. Пусть рассчитаются за шампанское. То не я их привел. Вы же привели сюда. Не я. Ну, вот люди не рассчитались даже. Пошли дальше бухать в этот самый. Ну, раз так, я напишу. Вызовите милицию, пожалуйста. Наберите 102, вызовите милицию сюда. Рассчитаться? Артеменко, снимайте. Пожалуйста, снимите. Вот молодой человек, да? Который купил бутылку, якобы, купил бутылку шампанского. Вы куда ушли? Сейчас куда вы ушли? Ну, вы с той стороны ушли, на ту сторону на дорогу. Вы ушли? Вы за шампанское рассчитались? Еще нет. А вы его покупали? Раз вы его не рассчитали, значит, вы его не покупали, оказывается. Нет. Покупали? Одеждение, в кассе деньги есть. Снимите, пожалуйста, чек и оформите, пожалуйста, сейчас кассу. Это можно купить в магазине, чтобы этот товар не рассчитаться и уйти за него. Сейчас снимите остатки по кассе и задокументируйте все, пожалуйста. Солновались, испугались. Не, не проконсультировали до конца. Испугался, я забыл. А, испугался, я забыл. Пройдите, пожалуйста, оплатите. Спокойно, как это оплатите? Сотрудники милиции догнали, привели, оплатите. Вот в это зрение запрещено. А может мошенничество, если я разбирался? Может мошенничество, как угодно. Мошенничество когда будет считаться законченным? Как вам будет угодно. А у него мошенничество законченное. По независящим от его причинам он не довел там, якобы не довел до конца. Почему не довел? Ну, потому что. Потому что у меня высшая юридическая. Все. А я то здесь просто так стою. И я тоже знаю почему. У меня тоже стаж есть свой работа в полиции. Поэтому то, что он не закончил, от него не зависит. А может это цивилинно-правове Ведносино, если на то пошел? Ну, так вы к чему ведете? Что не получилось то, что хотелось? А что получилось то, что хотелось? Я говорю, что он не выполнил. Он не выполнил свои гражданства. Какое инструктировать? Вы даже подставу не организовали как нормально. Нормально. Как это вам должно быть? О чем вы говорите? Ну, выбрали этого человека сюда. Я первый раз его вижу. Дали ему деньги. Ну, он привел. Какая разница? Он привел. Устроили здесь театральное шоу. Я первый раз его вижу. Но забыли даже рассчитаться за то, что купили. Я первый раз его вижу. Забыли рассчитаться? Да. Не, указаний не было рассчитаться просто. Забыли рассчитаться? Просто не было указаний рассчитаться. Правильно? А что что? Он для выполнения своих гражданских правовых отношений сейчас зайдет и оплатит. А у вас тут деньги есть? Как оплатят? Что ж его полиция ловила по всему городу, а теперь он будет оплачивать? Сколько у вас денег? А, есть деньги. Да? Да, для денег, да? Нет, это мои деньги. Твои деньги? Честно, заработали? Игорь Михайлович, у нас там написано объявление. Тебе жить еще, хлопчик, ты что? Что ж ты начинаешь обману жизнь свою? Без объяснения. Мы имеем право не пускать заведения людей. Правильно? У нас фейс-контроль. Так, молодой человек, как зовут? Миша. Миша, вы будете рассчитывать? Давайте, отдавайте. Подождите. Факта продажи спиртного нет. А какой чек? А чей это чек? Ну, правильно. Дом выкона до последнего с гражданско-правовые отношения. Так не было факта продажи, о чем вы говорили? Он ушел! Он ушел! Он ушел со здания, он не ушел! Вы его вернули оттуда! Если бы мы не сказали... То есть торговая операция закончена не была? А при чем здесь? Торговая операция закончена не была. Подождите, ребята. Подождите. Товар вынесли, он не рассчитался. Факта продажи нет. О чем мы говорим? Самый хороший вариант для вас, просто уехать и все. А какого уехать? Мы сейчас приехали. Мы задокументировали факт правонарушения. Какого? Какого? Какого правонарушения? Какого? Кража? Документируйте кражу. Хорошо. Подождите. Подождите. Это же ваше уже дело выяснить умысел, не умысел. Как можно взять товар, этот товар уже пить, а потом встать и уйти. Подождите. И уйти неизвестно куда. И вы же их ловили. Вы же задерживали сотрудников, кто не задерживал. В полицию. Позвали, чтобы не рассчитали. Это разные вещи. Задерживал и... Подождите. Они не выполнили гражданское правонарушение на шее. Не или нет. Вы рассчитали за бутылку шампанца? Сергей Александрович, что даю тебе... Еще нет! Подождите. Ему услугу предоставили? Услугу ему предоставили? Нет, конечно. Он не рассчитался. Это же пофига правонарушения. Человек пил шампанцем? Я не знаю, что он пил. Я не видел. Все. Сам фиг правонарушения есть. Я приехал, я не видел. Но мы будем дебаты, а тут... Понимаете? Да, согласен. Мы предлагаем, если вы не хотите написать заявление. Хай люди проходят, оплачивают за бутылку шампанского и все. Нет, так же ж не пойдет. Не делается. Что ж рассчитываемся? Как бы вот сразу. Хай проходит. Мы посмотрим, кто там находится. Подождите. Люди не выполнили до конца свои цивино-правовый виднос. Верно? Вы со мной согласны? Вы же здесь не для того, чтобы их заставить выполнить до конца что-то. Мы все. Мы вот с вами стоим, пока они проходят. Вы их не трогайте. Все. А я их не трогал. Все. Проходите, оплачивайте. Нет, ну куда вы. Вы же не трогайте. Вы же не трогайте сами. Сказали. Вы их не трогайте. Они же выполняют свою цивино-правовый видну. Саня. Вы слушаете? Пойдите. Кукан побежал, а дети не едут. Я не пускаю вас за бедение больше никогда. Завтра ваши фотографии будут распечатаны и висеть вот там у администратора. Да? И вот больше вы сюда никогда не займёте. Которому вот люди... Не вы? Пускай пишет займёте. Фуник. Или молодой. Решите займёте. Заслышу. Спасибо. 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 Спасибо.